С 1 ноября текущего года членам гаражных кооперативов разрешено использовать личные гаражи в качестве мастерских. Под мастерской понимается гараж, оборудованный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям, где оказываются услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Но следует знать, что ремонтируемые автомобили ограничены технически допустимой общей массой, которая не должна превышать 3,5 тонны. Владелец гаража, решивший оказывать услуги по техобслуживанию и ремонту автомобилей в личном гараже, должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, подать заявление председателю управления гаражного кооператива и получить на это согласие общего собрания кооператива. В этом случае индивидуальный предприниматель обязан уплачивать единый налог, размер которого в городе Бресте составляет 1 миллион 20 тысяч рублей. Лицами зарегистрированного в качестве индивидуальных предпринимателей впервые единый налог уплачивается не позднее рабочего дня, предшествующего дню осуществления такой деятельности. Есть еще один немаловажный нюанс для тех, кто хочет спать спокойно, не боясь, что в определенный час придут, проверят и накажут. Все должно быть подтверждено документально. При оказании услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств индивидуальный предприниматель обязан оформлять заказ и выдавать кассовый чек об оплате услуги. Привлечение члена гаражного кооператива к административной ответственности при осуществлении деятельности по оказанию услуг на территории кооператива без государственной регистрации является основанием для исключения его и состава гаражного кооператива. Решение об этой мере принимается общим собранием. Так что подумайте, как работать легально и получать постоянный доход или нелегально, но одноразово.